Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать красивое нарядное платье весеннее с вышивкой, со складками, с корсетом. Такой большой сложный эскиз. Я уже провела подготовительную работу и нарисовала элементы вышивки, так что я не буду тратить на это время, я это скопирую. А вот сам эскиз я буду начинать рисовать с нуля на шаблоне. Берем наш шаблончик, я уберу лишние ручки инструмента «Прямое выделение». Данный шаблон можно скачать под видео, по ссылочке. Заходите на сайт, скачивайте, он вам приходит. Так, блокирую слой, на котором у меня данный шаблон, создаю новый. И выбираю инструмент «Перо». Он должен быть черным цветом, без пунктирной линии. И первое, с чего я начинаю, я начинаю рисовать с корсета. У меня платье будет корсетное. Все у меня тут уже размечено. Есть и форма чашечки, могу ее повторить, могу нарисовать другую. Я уже приблизительно знаю, как у меня должен выглядеть корсет, потому что я порисовала карандашиком. То есть это не совсем прям такой сырой вариант. В мозгах уже сформирован внешний вид того, что я бы хотела получить. И в принципе я это рекомендую. Делать какие-то набросочки, зарисовочки, чтобы сформировать это в голове. Потом уже переносить в Adobe Illustrator, делать красивые эскизы. Ну, это по желанию. Я рекомендую, а вы дальше сами решайте, подходит вам такой формат или нет. Сейчас я сделаю методом вырезания. Мне понадобится окно «Обработка контуров». Специально каждый раз ее вытаскиваю, показываю откуда. Хотя могла бы уже давно ее закрепить на панели. И этого не делать. Специально вам показываю, откуда я беру инструменты, как будто бы у меня не настроен иллюстратор. То есть это сделано специально для удобства. Так, здесь у меня будет бачок. Смотрите, у меня есть даже линия бачка в правильном месте. Так, давайте тоже все разрежем. Так, это убираем. Что я делаю? Выбираю правую кнопочку мыши, наживаю «Разгруппировать» и удаляю нижнее. Потому что оно становится у меня группой. После того, как я работаю инструментом «Обработка контуров». Так, вот так еще чашечка у меня будет сделана. Так, «Разгруппировать». Отлично. И сейчас я сделаю такую штучку. Мне нужна вот эта линия вот сюда, увеличенная. Чтобы у меня была, как будто бы, настроченная тесемочка, в которой будет у меня жить косточка. Сейчас мы ее сделаем, эту линию. Вот так вот. Чуть-чуть линию поправлю. Выбираем «Разгруппировать». Правую кнопочку мыши «Разгруппировать». Давай. Так. Так. Здесь она продолжается. Как видите, можно вот так вот рисовать. Можно вырезать. Когда вырезаешь, тогда линии получаются прям вот стык в стык. Когда вот так рисуешь, то они могут, конечно же, по контурам не попадать в исходник. И надо выбирать тот вариант, который вам подходит больше. Получается, видите, вот такой способ более ровным. Так, еще я вот эту линию хочу. Ой. Взяла не тот инструмент. Нужно взять. Прямое выделение. Точнее, просто выделение. Я взяла прямое. Так. Правой кнопочкой мыши «Разгруппировать». И лишнее убрала. Как видите, у меня много работы идет на клавиатуре. Я нажимаю кнопочку «Shift», чтобы оно двигалось параллельно. Я нажимаю кнопочку «Alt», чтобы оно копировалось. То есть они, у меня эти движения уже настолько отточены, что я даже иногда, прошу прощения, забываю их проговаривать. Так иногда у меня случается, что просто элементарно забываю говорить о том, что же я только что сделала. Потому что увлеклась рисунком и погружаюсь именно в процесс, в результат, в то, что я вижу на экране, то, как это смотрится, нравится, не нравится, нужно что-то поправить или нет. И уже забываю проговаривать. Так, хочу эти линии слить. Так, вроде бы мы все основное прорисовали. Все у нас готово. Выбираем все вместе. Ставим зеркальное отражение на центр. И отражаем. Вот эту центральную часть я сейчас солью. Но у меня здесь по центру будет такая прямоугольная вставочка, куда встанет кость. Вот. У меня уже получился лиф. Он пока без заливки, но смотрите, корсетный лиф у меня уже на месте. Если мне нужно его немножечко удлинить, я могу его чуть-чуть вниз поддернуть. Теперь у меня будет юбка со складками в пол. Будем сейчас рисовать красоту. Смотрите, лиф я сейчас, когда начну рисовать юбку сюда встык, она у меня может иногда перескакивать на корсет. И чтобы этого избежать, я создаю новый слой, чтобы юбка у меня была на отдельном слое. Потом я все солью в единое. Так, передняя часть юбочки. Она у меня идет вот сюда. Нужно обратить внимание, что здесь сразу по низу будет красота. Мы ее еще потом поправим. Нам нужно нарисовать несколько объектов, которые будут потом соединяться в большую красивую линию. Так, это передняя часть. Потом от нее идет складка. Складка это тенюшка. Более густой цвет будет. Так, потом идет поднятие. Так, приходит она вот сюда у меня. С небольшим выгибом возвращается в исходную точку и опускается опять сюда. Будет понятно, когда мы сейчас теневой баланс сделаем, сразу будет понятно, что я нарисовала. Пока может быть немножечко непонятно, просто наберитесь терпения. Я сейчас нарисую основные складки, а потом мы их сформируем еще дополнительно. Когда уже будем тень прорабатывать, будет видно, что же там действительно такое формируется. И еще блики надо будет добавить. Но блики уже на цвете будем добавлять. Так, чтобы острых углов не торчало. Так, следующая линия у меня должна быть вот здесь. И при том она немножечко должна так и загнуться. Так, это приходит с практикой. И не надо думать, что я какой-то сверхгений. У меня есть нарисованный от руки пример, по которому я ориентируюсь, что мне нужно сделать и где какую складку положить. Поэтому нет, это не то, что я там какой-то гений. Я просто уже подумала, как я буду рассказывать, как я буду показывать, что я буду объяснять. И в связи с этим у меня есть уже готовый вариант. Так что, если у вас с первой попытки там что-то не получается, не надо огорчаться. У меня это тоже не с первой попытки. Далеко не с первой. Я рисую уже много лет в иллюстраторе. И, в общем-то, большое количество терпения, труда и времени вложено в то, чтобы как-то это все рисовать. Более-менее правильно, много насмотрено всего. Так что не отчаивайтесь, если с первой попытки не получается. Давайте теперь посмотрим, что же я такое нарисовала. Вот это, это тени. Вот эта часть, это тени. Поскольку мы сейчас с вами рисуем черно-белый вариант эскиза, я их покрашу серым оттенком для того, чтобы вы просто понимали. Вот она, смотрите, это глубина. Это глубина моих складок. Соответственно, куда все это уходит. Вот они, это складки. Это основа. И на основе еще должны быть блики по ткани. Ну, потому что я задумала, мы их потом уже в цвете нарисуем. Поэтому пока оставим в таком формате. Вот здесь вот нестыковка идет. Видите, линия. Требуется корректировка изгиба. Вот, откорректировали. Я еще потом сейчас дорисую. Теперь всю эту красоту выбираем. И раззеркаливаем. Центральная часть у нас будет слитная. Видите, у меня вот здесь она не стыкуется. Поэтому что я могу сделать сразу? Я могу сразу вот эту складку сюда вот так завести. Чтобы ее пристыковать вот таким способом. Как я буду пристыковывать? Я выберу две половинки. Только эти два кусочка. И солью их. Вот она у меня получилась. Вот получилась такая прекрасная юбка. И я хотела еще нарисовать рукав. Отдельный фонарик. Как говорила, сегодня такое платье весеннее. Платье принцессы. Еще сверху сейчас вышивкой. Все разошьем. Хотелось сделать что-то сложное. Тем более меня много просили о том, чтобы я сделала что-то более сложное. Показала. Вот давайте. Почему-то, как правило, под более сложным имеют в виду какие-то более вечерние варианты. Ну, хотите, давайте сделаем. Это не проблема. Я сейчас приближу, потому что я тяжело работать на расстоянии. Хочу видеть, что я делаю. Так, здесь у нас будет заложена такая, типа, бантовочки. Поэтому. Сейчас мы ее. Складки, посмотрите. Есть книжки по складкам. Как складки выглядят. Собственно, вот по ним и получится копировать, посмотреть, как рисуют другие. Более-менее тогда будете справляться со складками. Складки требуют опыта и времени. Опыта такого большого достаточно. Я не считаю себя гуру складок. У меня есть студенты, кто рисует складки просто божественно. И у них это великолепно получается. Я рисую складки, когда мне надо. Но это не моя любовь. То есть есть как бы то, чем вы занимаетесь. И вас прям дровит от этого. Рисую складки, когда надо. Так. Здесь у нас будет поясочек. Который это будет все фиксировать. И здесь уже, соответственно, сами складки, которые будут заложены. Бантовочка такая. Можно еще вот здесь кусочки прорисовать. Их же видно будет. Вот здесь кусочек будет видно. То есть с одной стороны, с какой-то у вас будет видно, что там кусочки ткани. Соответственно, здесь можно добавить еще тень. Оно сливаться начало. За счет того, что я попала в линию. Так. Раз. Делаю так, чтобы не попала здесь тень, здесь тень. Вот эта часть тоже должна будет быть темнее. Которая внутри бантовки, внутри складок, она должна быть потемнее. Вот так. Теперь можно еще дополнительно откорректировать. И вот здесь тоже потемнее. Вот плюс еще Adobe Illustrator, что я это делаю с одной стороны, потом я это просто раззеркалю и таким образом получу картинку двойную. Ну, в принципе, так все конструктора работают. Они же не строят полностью изделие, они строят половинку. Потом ее раззеркаливают. Ну, если только там нету семи асимметрии, которые требуют другого подхода. Так. Нарисовала. То, что я сейчас сделала, вот эти вот части, это будет тень. В принципе, надо сделать вот так и добавить большой процент непрозрачности. Вот она будет теневой, давать такой дополнительный эффект. Здесь тоже будет небольшая такая сборочка. Сейчас мы тенью покажем. Вот таким образом она будет формироваться. Это будет чисто тенюшка. Такой же вот сейчас насыщенностью сделаем. Вот, смотрите, что у нас с вами получилось. Сейчас я этот рукавчик раздублирую. Ставлю зеркальное отражение по центру. И черно-белый эскиз почти готов. Сейчас только дадим заливку, потому что он у нас светится пока, да. Но, с другой стороны, может быть, конструктору и имеет смысл показать его вот такой прозрачностью, чтобы он видел, насколько над плечом, как что там расположено. Делаю белую заливку. То есть, то, что сейчас нарисовано, просто даю белую заливку. Лив у меня на другом слое. Разблокирую этот слой. И, соответственно, заливаю. А, я еще одну деталь забыла. Сейчас я ее тоже нарисую. Помимо всей той красоты, которую я уже сделала, у нас есть еще дополнительный поясок. Сейчас мы его нарисуем. Так, вот здесь править надо линии. Мы сейчас этим займемся. Шажок в сторону. Шажок в сторону. Двигаю кнопками на клавиатуре. То есть, всегда у меня рука одна лежит на мышке, вторая лежит на клавиатуре. И я всегда двигаю в зависимости от того, что мне надо. Так, на задний план. И я забыла про поясок. Сейчас я все заблокирую, чтобы оно мне не мешалось. И дополнительно, самым верхним слоем нарисую красивый бантик. Вот. А потом мы с вами еще добавим красоты в это платье. И будем его украшать цветом. Будем украшать его вышивкой, которую я вам показала. То есть, совсем прям такой будет сложный, интересный эскиз. Так. Узелочек. Тонкий бархатный поясок. Узелочек. От узелочка у нас идет петелька. Я вот начинаю промахиваться, поэтому сейчас я поближе его придвину, чтобы я не промахивалась и не попадала в другие ненужные мне точки. Вот так. Теперь вот отсюда узелочек. Не бойся, толщина. Да, вот так. Если я чувствую, что мне не нравится кривизна, то я могу это, естественно, откорректировать. И два кончика. Это была завязочка, а это два кончика. Я их сейчас переложу назад, они не будут мешаться. Но они нужны. Так. Есть такой инструмент, называется сглаживание. И вот если у вас получились такие не очень красивые контуры, как у меня в данном случае, то можно погладить инструментом сглаживания, и программа сама сделает линию более плавной. Инструмент сглаживания тоже можно наладить. Насколько оно будет сглаживать, насколько мягко. Это все делается. Теперь выбираю верхнюю часть, и это все на передний план. Вот. Еще хочу отсюда настроить уголки, чтобы были полукруглые, и ничего у меня нигде не торчало. Закрываю инструменты. Мне больше не нужно, но это тоже закрываю. Вы можете пока рисуете инструменты, вытаскивать, а когда вы закончили рисовать, инструменты, соответственно, убирать, чтобы они вам не закрывали рабочую зону. Вот такое платье нарядное, красивое у меня получилось. И сейчас мы с вами будем продолжать с ним работать. Я создам копию. Вот так. И мы будем уже работать с ним в цвете. Хочу, чтобы осталось два листа, чтобы можно вам было показать и черно-белый вариант, и в цвете. Вынесена у меня цветовая гамма. Соответственно, я начинаю прокрашивать. Так. Теперь складки. Ну, я начала с юбки. Можно начать с другого места. Это на ваше усмотрение. Так. Более темный, зеленый. И смотрите, что будет, если сейчас убрать цвет контура. Более мягкие, красивые, плавные линии. Чего не хватает? Не хватает светлых оттенков. И светлых оттенков мы можем нарисовать. Тоже рисуются объектом то место, где будет блик. Его можно будет сейчас еще смягчить. Сейчас я их поставлю, блики сначала. Потом я их смягчу, чтобы они расходились, расплывались и давали именно правильно такое ощущение. Сначала их расставляем. Притом, блики можно поставить не симметрично, как у меня нарисован весь эскиз. Таким образом эскиз будет смотреться более живо, более ярко, менее симметрично. И это тоже придаст красоты. Ну и вот сюда, например, небольшой бличок поставлю. Теперь беру все блики. Эффект. размытие. Умное размытие. Сейчас не умное, по гауссу. Эффект. Размытие. Размытие по гауссу. Вот смотрите, видите, она так вот приятно размылась, как более растровая такая картинка становится. Вы можете выбрать степень, нажать окей и получить вот такую красоту. Наша с вами такая объемная юбочка. Вся красивая. Притом я ее сделала просто на свет и тени, даже убрала все линии. Линии можно добавить. Вот она, моя юбка. Теперь мы ее обработку контуров я убрала рано. Сольем сейчас в единый массив. Уберу от нее блики. Они мне не нужны сейчас, они мне ничего не дадут. Я хочу получить единый цельный контур. Вот. Теперь убираем, даем ему цвет контура. И можно взять инструмент лассо. вот эту вот ерунду, которая по центру, просто поудалять. Или просто повыделять и поудалять ненужные части. Хочу, чтобы была красивая внешняя линия. чтобы не было никакого мусора. Сейчас мы это все аккуратненько подчистим. Так, перебор. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь брать, брать. убираю и убираю. Хорошо. Теперь мы ее вернем назад. Это наш единый внешний контур. И можно ему придать какой-нибудь красоты. Вот таким образом. и дополнительно обозначить складки линиями. Сейчас мы это сделаем. Пока работаем только с юбкой, потом перейдем на лифт. Можно использовать прямые линии. Так. И здесь тоже вот если хотите более художественный такой вид, лучше это делать несимметрично. здесь тоже можно добавить сверху. Видите, пока линии такие, как бы правильно описать, грубо топорные. Это будет самое правильное слово. Грубые, некрасивые, плохо сочетающиеся с эскизом, делающие его ну вот прям топорным, некрасивым. сейчас мы это исправим. Я выбрала все линии. Во-первых, делаю их тоньше, во-вторых, задаю им красоту. И вот они такие все из себя воздушные, влились в эскиз и задают мне красивые линии. Теперь начинаем работать с рукавами и с лифом непосредственно. Так, основной цвет. Смотрите, я попала практически идеально здесь серыми тенями. Здесь тоже задаем цвет. Здесь тоже цвет. Сам по себе лиф будет базовый, не буду с ним ничего сильно чудить. Меня больше интересует потом сейчас декоративная отделка, которую мы будем с ним делать. И можно чуть-чуть потемнее сделать оттенок, чтобы они выделялись. Да. Эту штучку также прокрашиваем. Это кости декоративные. И вот эту часть я делаю красно-бордовым. Для того, чтобы лучше заиграло, я сделаю ее лимонтную. Сейчас я уберу, добавлю оттенков. Так, красный и вот это у меня бордовый. Да. Вот смотрите, насколько интереснее заиграл лиф. Утоньшаем обводку и делаем ее с утонениями. Насколько интереснее заиграло наш с вами эскиз. Здесь тоже рукава. Сейчас мы им придадим более художественный вид. Так, и вот вот эти линии, которые у нас на рукаве обозначают складки, тоже лучше сделать более тонкими и более художественными, чтобы они не вылезали на первый план. Потому что на первый план будут лезть линии, которые самые четкие, а которые более размытые, будут уходить на второй план. Сейчас. Одна, вторая, третья и никак не поймаю линию. Давайте сначала с этими закончим, потом поймаю ту отдельно. Так, и вот я ее поймала. Вот так. Видите, вот сравнение двух рукавов, когда здесь есть игра линий, а здесь нет. Плюс ко всему, здесь у нас с вами более темная часть, и здесь тоже более темная часть. Вот так. И эти линии мы тоже ловим и делаем их более тонкими, более фигурными. вот таким образом. Смотрите, как красиво, интересно, живо заиграл наш с вами эскиз. Уже очень здорово, уже очень красиво. Я бы еще добавила вот сюда пару тенюшечек, точнее, не тенюшечек, а наоборот отблесков мягких, переливистых, светлых бликов, чтобы было показано, что здесь у нас объемчик. Эффект, размытие, размытие по гауссу. Вот так. И видите, как цвет едино-зеленый, а он переливается более темным, более светлым. Очень красиво и интересно смотрится. Можно и тень делать через размытие, но в данном случае хорошо, когда плотные жесткие складки, они лучше показывают именно структуру. И теперь я сейчас создам еще одну копию уже рядышком, чтобы было хорошо видно, и мы будем дополнительно украшать вышивкой. Здесь рекомендация, о чем я, к сожалению, редко говорю в видео, надо исправляться, буду говорить чаще. Не забывайте сохранять эскиз. файл, сохранить как, и выбирайте, куда ваш эскиз должен быть сохранен, для того, чтобы ничего не потерялось. Я его назову весеннее платье, весеннее платье, и сохраняем. На всякий случай, иногда программа взбрукивает, и лучше иметь все в сохраненном варианте. Теперь открываю мой эскиз, открываю свою красоту, мне ее нужно пропорционально уменьшить, для этого я использую инструмент масштабирования. Масштабировать обводки и углы, даже, я думаю, что до 15. Окей. Вот я получила мои готовые примеры вышивки, которые я уже могу размещать непосредственно на моем платье. Давайте же это и сделаем. Хотела бы, чтобы были богаты вышитые рукава, и вот здесь такой момент, видите, она у меня начинает выпирать за край. Что с этим делать? Использовать инструмент очень простой, называется оттравочная маска. Программе стало тяжело, я в нее загрузила много всего, и вот она у меня начала так немножечко как это называется, лагать, подтупливать, поэтому не забывайте сохраняться. Вот, видите, создалась оттравочная маска по контуру, вот она встала, сюда мне дала красивую вышивку. Так, это у меня векторные объекты, заранее отрисованные, но их надо правильно разместить. Сдублировала. Теперь хочу разместить на лифе, притом не симметрично. хочу, чтобы она была здесь вот так. Так, беру еще один элемент, размещаю сюда, теперь этот элемент еще раз копирую и размещаю его уже чуть-чуть в другом месте по складочке сюда. Он может быть задублирован, например, вот так и раззеркален. Вот таким образом сюда может пойти часть. Не обязательно же я целиком должна элемент. Эти элементы я собрала для удобства, чтобы у меня уже были композиции. Я могу их разбирать, я могу их перебирать, я могу планировать ту вышивку, которую бы я хотела здесь видеть в том масштабе, размере, который был бы актуален для меня. Вот, соответственно, этим я сейчас и занимаюсь. Я подбираю, как это будет смотреться, рассматриваю данный вариант. Поскольку сам цветок много, разместим только бутон. Вот. И мое платье начало играть совсем-совсем уже другими красками. Оно авторское, оно с вышивкой. Оно с красивыми складками. И, конечно же, это уже такой более серьезный эскиз относительно того, что мы до этого с вами рисовали относительно футболок и брючек. Такие эскизы тоже делают. Делают их реже, если мы говорим про масс-маркет. И они могут быть, если вы занимаетесь вечерней модой. Там, кстати, часто достаточно рисуют эскизы от руки, но могут рисоваться и в векторе, и вас это ни в коем случае не ограничивает. Например, один из моих любимых домов моды Эльза Скиапарелли, у них там идет тандем. Главный художник рисует эскизы от руки, после этого команда подключается и рисует эскизы в векторе, переносит какие-то принты и вышивки на лекала, и уже потом идет сам процесс творчества, даже не могу сказать производства, созданий твоей модели. Вот поэтому вот такая модель, вот такое шикарное весеннее нарядное платье у нас получилось с красивыми складками, с красивой вышивкой. Вот они все три варианта, черно-белый вариант, вариант без вышивки и вариант с вышивкой. Рисуйте, наслаждайтесь, как рисовать это. У меня тоже будет видео на канале, обязательно посмотрите. А на сегодня все. Пожалуйста, пишите мне в комментариях, что вы думаете об этом платье, что бы вы еще хотели порисовать. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.